Ну, этот отзыв разозлит многих людей, но я просто скажу, что должно быть грустно. И в конце концов, это мое мнение, и ты имеешь право на то, которое полностью отличается от моего. Как я предполагаю, в этом видео мы будем его пересматривать. Взгляни на нашу эволюцию выживания. О, мальчик, я помню времена, когда Ак была повсюду в Steam, на YouTube, и ты нигде не мог от нее убежать. Но стоит ли на самом деле играть в нее прямо сейчас? Давай обсудим это. Так что для тех, кто не знал, что такое выживание в дуге, это эволюционировало. Ну, эта игра на самом деле является классическим примером выживания, и она появилась на заре игр на выживание. Это вышло в ранний доступ в 2015 году. Да, это было так давно, и с тех пор приобрело довольно широкую репутацию игры на выживание. С тех пор он также выпустил несколько крупных дополнений, которые расширили игру, и это в огромной степени. Но стоит ли на самом деле играть в нее прямо сейчас? Так что давай начнем обсуждать сам игровой процесс. С точки зрения игрового процесса, ты можешь играть в одном из двух режимов. Ты можешь играть в нее как в одиночном режиме, так и в многопользовательском режиме, а в многопользовательском режиме также доступно множество официальных серверов, и вы можете играть в нее, в некотором роде похожую на МО. Хотя на самом деле это не мой игра. И основной игровой процесс. И основная предпосылка заключается в том, что ты создаешь своего персонажа, и внезапно просыпаешься на острове. И ты понятия не имеешь, где находишься. Ты понятия не имеешь, кто ты такой. И у тебя есть только одна цель — выжить. Ты ходишь повсюду со своим мусором в поисках материалов для повышения уровня своего персонажа. Ты пытаешься выжить, потому что тебе действительно нужно контролировать некоторые качества своего характера, такие как здоровье, выносливость, количество пищи, количество воды и даже количество кислорода. Если ты ныряешь под водой и хорошо, тебе нужно выживать и открывать все более и более продвинутые технологии, чтобы... Ну, в основном, выживать более эффективно. Ключевым и самым отличительным в этой игре была фауна этой игры. По сути, игровой мир на самом деле населен кучей доисторических животных, таких как динозавры или куча доисторических млекопитающих. А с расширением у тебя тоже есть какие-то мифические существа, например, как динозавр, роботы или даже мифические существа или драконы. И здесь ты можешь. На тебя действительно будут охотиться те существа, которые практически все враждебны. Или ты действительно можешь охотиться на них за кучей разных ресурсов. Или ты действительно можешь их приручить. Да, каждое существо в этой игре на самом деле подается приручению, и абсолютно большинство этих существ также подаются езде. Так что, в принципе, ты можешь превратить любое существо в свой род. И не имело значения, было ли это наземное существо, летающее существо или подводное существо, ты не можешь приручить их всех, и хорошо, правильно. Большая часть этого и эта предпосылка отличали эту игру от других. В общем, и по мере того, как ты продвигаешься по древу технологий, ты открываешь множество различных технологий, в том числе и передовые научно-фантастические технологии. Ты строишь свои базы, а конечной цели не так уж много. Да, на острове есть несколько боссов, и ты в основном готовишься сразиться с ними. И я могу сказать, что есть некоторые моменты, которые тебе нужно достичь и активировать, чтобы на самом деле, ну, вроде как, завершить остров. Но эти цели на самом деле даже отдаленно не видны. Когда ты начинаешь игру, ты буквально понятия не имеешь, что ты там делаешь, и все, что ты пытаешься сделать, это просто играть как можно больше. И все же по сей день, многие люди действительно играют в эту игру. И я имею в виду базовую игру, потому что расширение добавили кучу других вещей, таких как немного расширенная история новых островов, и добавили кучу новых существ. И, конечно же, также куча новых технологий, материалов и предметов, которые ты можешь создавать. Но здесь возникает вопрос, действительно ли это весело. И опять же, я знаю, что это разозлит многих людей, но мне действительно не очень понравилась эта игра, хотя я понимаю, почему она нравится людям. Видишь ли, игра, это по сути, не что иное, как оттачивание этого очень, очень неуклюжего и рудиментарного боя. А во время боя вы все просто стреляете в предметы с очень большого расстояния, или просто тыкаете в них палкой, или... или с тупым оружием. Это в основном крайне примитивно и очень, очень неуклюже. Это выглядит не так уж хорошо. Даже графика в игре выглядит довольно хорошо. И этот игровой цикл просто для выживания, ради лучшего выживания. Да, это немного весело, но без реальной цели на самом деле это не так весело, как ты думаешь. Или, по крайней мере, это было не для меня. Другой. Так почему же игра отстой? Форест, у тебя действительно была какая-то цель. Ты совершил аварийную посадку на острове, и тебе нужно найти своего сына, и тебе нужно выбраться оттуда. Это в основном твоя цель в Вальхейме, твоя цель подготовиться к битве с боссами. И ты знаешь это с самого первого по второй. Ну, цели не так ясны. И в основном все, что тебе нужно сделать, это просто поиграть. И да, даже несмотря на то, что измельчением действительно можно управлять в однопользовательской игре, где вы действительно можете контролировать все в игровом процессе. Даже сколько повреждений ты можешь получить или нанести, или сколько материала. Так что ты можешь получить кучу других вещей, которые позволят тебе настроить игру по своему вкусу. Но для меня это все равно была не очень приятная игра, потому что, ну, все, что ты делаешь, это просто делаешь что-то ради того, чтобы делать что-то. В конце нет цели, и даже смутной цели. Здесь вообще нет никакой цели. Хотя я знаю, что на самом деле есть какая-то цель. Какое-то сходство с голом в конце игры. Но это все еще слишком расплывчато и слишком мелко. Но тогда ты мог бы сказать «иди в мультиплеер». И нет, мультиплеер на самом деле хуже, чем это. Единственная причина играть в многопользовательскую игру, это играть со своими друзьями. Играть в нее вместе, сообща. Таким образом, игра на самом деле веселая. Я не буду тебе лгать. Игра — это весело, когда ты играешь со своими друзьями, когда вы ходите и собираете ресурсы вместе, когда вы делите свои функции друг между другом, и когда вы идете и приручаете разных существ, и просто, может быть, может быть, даже соревнуетесь. Кто тогда получит лучшее существо? Эта игра на самом деле забавная. Я не буду лгать тебе таким образом. Игра на самом деле очень веселая. Однако, если ты зайдешь на любой из официальных серверов, мальчик, ты этого не сделаешь. Но если тебе не нравятся игры на выживание в ПВП, такие как Rust, ты там не будешь весело проводить время. В основном каждый игрок будет пытаться убить тебя. И да, я имею в виду, что каждый отдельный игрок на каждом отдельном сервере или на каждом отдельном сервере не имеет значения. Это ПВП или его Пи. Все пытаются убить тебя. И ты видишь, что серверы работают очень, очень долго. И куда бы ты ни пошел, ты все увидишь. В основном наращивание. Ты увидишь кучу баз, кучу зданий, кучу заброшенных вещей. Ты все увидишь, и все, что ты будешь делать, это бегать голышом, пытаясь собрать немного дров и развести огонь. Это не весело. Да, к счастью, есть еще сервис, который время от времени перезагружается. И да, ты можешь снова найти там развлечения. Если только ты не играешь с друзьями, это не будет очень весело, если тебе не нравятся такие игры. Если тебе нравится Rust, и если тебе нравится мультиплеер и Rust, о, мальчик, ты здесь получишь удовольствие. И да, я знаю, что многим людям нравится эта игра. Я понимаю, что многим людям нравятся шлифовальные игры. Да, это совершенно нормально. И это совершенно нормально. Я понимаю, что это просто мне не понравилось. Хорошо, но как насчет цен? Сколько на самом деле будет стоить игра? Игра доступна в Steam по базовой цене 2999 для стран первого уровня, и может стоить всего 959 для стран первого уровня, и 459 для стран второго уровня. И сейчас я говорю только о базовой игре. Я не говорю о дополнениях, и игра также доступна на Game Pass практически бесплатно. И это доступно там со всеми расширениями и ЖК-дисплеями. И вот как на самом деле я играю в эту игру через игровой пропуск. Так в целом, действительно ли эта игра стоит того, чтобы ее покупать? У тебя есть пропуск на игру. 100 попыток, но с одной звездочкой. Если у тебя есть пропуск на игру, и если у тебя есть свободное место, много места на твоем компьютере. Потому что игра весит почти 200 гигабайт со всеми дополнениями, и 150 гигабайт только для базовой игры. Игра огромна. Так что, если у тебя есть свободное место, если у тебя есть расходуемое пространство, как это, тогда да, иди и попробуй это в игровом пропуске. А как насчет пара? Действительно ли это того стоит? Если ты играл в какие-нибудь другие игры на выживание, например, если ты играл в Forest, и ты играл в Rust, и они тебе нравятся. И если тебе нравятся такие игры на выживание, как это, то да. Эта игра в основном игра на выживание OG, и она абсолютно того стоит со скидкой. А игра почти все время идет со скидкой. Базовая игра всегда дешевеет, сказал, что ты в основном найдешь. И ты в принципе легко найдешь эту игру за 10 долларов, независимо от того, в какой стране ты живешь. Однако, если тебе не нравятся игры на выживание, единственная причина купить эту игру будет в том, если ты будешь играть в нее со своими друзьями. Если у тебя есть друзья, которые играют в эту игру, или если у тебя есть друзья, которые хотят поиграть в эту игру, то да, стоит поиграть с друзьями. Я не знаю, как долго вы будете играть в это вместе, но да это будет способ наслаждаться этой игрой однако если у тебя нет друзей которые хотят играть в эту игру и тебе не нравятся игры на выживание держись подальше от этой игры эта игра в гринде и гринде ключ в его игре здесь есть игровой процесс вся техника все ремесло все строительство это дополнительная вещь к работе все что ты будешь делать это просто идти и добывать все больше и больше все больше и больше ресурсов и если тебе это не нравится держись подальше от этого особенно если у тебя не так много места на твоем компьютере опять же я знаю что многим людям понравилась эта игра я знаю что многие люди любят эту игру и я понимаю почему они это делают но если ты я не фанат поколения выживания тебе это не понравится ну что же это будет на сегодня спасибо тебе за то что ты здесь со мной дай мне знать в комментариях ниже ты играл в ак или в какую последнюю игру на выживание ты действительно играл и тебе понравилось дай мне знать в комментариях ниже спасибо тебе за то что ты здесь со мной нравится видео если тебе понравилось подпишись на другие видео подобные этому и я увижу тебя в следующем увидимся